МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Елена Владимировна, напомним и расскажем тем, кто еще не знает, что же такое диспансеризация и почему она так важна сегодня. Хотелось бы сказать о том, что вообще наша медицина, нашего государства имеет основное профилактическое направление. И это оговорено и определено основными законами, основными нормативными актами Российской Федерации. Это основной наш такой самый основополагающий закон, федеральный закон об основах здоровья граждан. Это закон 3.2.3, который определяет профилактическую направленность нашей медицины. И в то же время существует еще несколько ряд нормативных актов, приказов министерских, которые регламентируют прохождение медицинских осмотров несовершеннолетних. Поэтому в этой связи хотелось бы сказать, да, действительно, что профилактическая направленность себя оправдывает. Ведь мы все знаем такую фразу, что легче предупредить заболевание, чем его лечить. Поэтому в этой связи хочется сказать, что профилактические осмотры начинаются в детской поликлинике, ну, скажем так, с самого-самого начала прикрепления новорожденного ребенка к педиатрическому участку. И профилактическими осмотрами занимается, прежде всего, участковый врач-педиатр. Ну, соответственно, и целая группа врачей-специалистов. Если говорить о том, что как наблюдается ребенок до года, то многим родителям это известно, ведь все посещают врача ежемесячно и знают, что при посещении ежемесячным проводится ежемесячный профилактический осмотр ребенка. Хотелось бы сказать, что, конечно, изменилось законодательство, изменились требования, изменилась наполняемость этих профилактических осмотров. Поэтому, ну, в какой-то степени первое время нам тяжело было, не так просто было перестроиться. У нас был дефицит кадров, и были жалобы со стороны населения, были очереди к специалистам. В общем-то, это все объяснимо, и мы благодарны тем людям, которые конструктивно обращались к нам с замечаниями, с претензиями, пускай даже иногда эмоционально, но все это пошло во благо. То есть мы все-таки двигаемся вперед в организации профилактических осмотров. И если говорить о посещениях врача детками до года, то все знают, что ребенок посещает ежемесячно, и начиная с одного месяца начинается уже полноценный такой профилактический осмотр ребенка, достигшего одного месяца. А в диспансеризацию входит ли домашний патронаж после рождения ребенка? Ну, в общем-то, да, это все наблюдение, наблюдение на педиатрическом участке. Хотя приказ, наш основной приказ 1346, в нем оговаривается, да, медицинский осмотр ребенка новорожденного в родильном доме и медицинский осмотр в один месяц. Ну, как бы мы включаем, ведь вся информация переносится потом в заключение этого медицинского осмотра месячного ребенка. И хотелось бы сказать о том, что наполняемость осмотра ребенка одного месяца достаточно высокая. Ну, не совсем мы сейчас еще готовы, работаем, обучаем специалистов, получаем новое оборудование. Не совсем готовы полноценно, полномерно, но, в общем-то, двигаемся и двигаемся вперед. Потому что наполняемость вот этого медицинского осмотра в один месяц, это ультразвуковое обследование УЗИ органов брюшной полости, мы делаем на базе нашей детской поликлиники номер 2 Гагаринского района. Это обследование нейросонографии УЗИ головы, это эхокардиография сердца и тазобедренные суставы. Здесь мы обращаемся к специалистам еще пятой больницы. То есть в профилактических осмотрах ребенка одного месяца участвуют у нас еще и другие специалисты. Как это и предусмотрено, что если в медицинской организации какой-то либо отдельной нету своих специалистов, привлекаются к участию специалисты другой медицинской организации. Поэтому, конечно, есть неопределенные сложности, но я думаю, что мы преодолеем. Ребенок 2 месяца, там уже проще. Ребенок 2 месяца осматривается только врачом-педиатром. То есть уже не требуется таких глубоких исследований. Ну и далее по месяцам определено нормативно, что должен сделать ребенок, какие нужны ему анализы выполнить и какие исследования. Стоматолога рекомендовано посещать впервые в каком возрасте? В возрасте одного года ребенок осматривается стоматологом, потому что мы говорим о порядке прорезывания зубов, мы говорим о прикусе. То есть здесь, конечно, обязательно нужно посещать этого специалиста. Даже если родителям кажется, что все нормально, все-таки мы рекомендуем посетить обязательно этого специалиста. И также ребенок в один год осматривается врачом-психиатром. Для того, чтобы не пропустить такую патологию, например, как аутизм, симптомы которого могут проявляться до года. То есть все наши действия, все наши осмотры направлены на выявление патологии, чтобы ничего не пропустить. А как часто проводятся заборы крови, контролируются анализы? Заборы крови, да, довольно-таки часто, но в возрасте до одного года мы сдаем анализ крови в три месяца и в шесть месяцев с ребенком, ну и потом в один год. Это контроль, общий анализ крови. А далее, затем мы проводим анализ крови, анализ мочи ежемесячно. Ну, кроме того, мы еще контролируем сахар крови. Это является обязательной нормой. Контролируем сахар крови в год. И в год ребенок делает электрокардиографическое исследование. Ну, кстати, я хочу сказать, что в нашей поликлинике работает два кабинета, где снимаются электрокардиограммы. Есть оборудование, на котором мы можем снимать электрокардиограммы даже деткам самого маленького возраста. И, в общем-то, я с гордостью могу сказать, что работают у нас специалисты, которые могут уговорить, которые могут уложить, которые могут снять. Ведь вы же понимаете, что сам процесс снятия электрокардиограммы у ребёнка одного года, вызывает у него очень такие негативные эмоции. И нужно искусно и грамотно подойти к ребёнку так, чтобы ребёнок не плакал, чтобы он был спокойным, чтобы он не боялся. И я думаю, что всё-таки нам это удаётся, потому что не всегда такая манипуляция заканчивается именно итогом, что мы получим нормальную электрокардиограмму, а нужно приложить для этого усилия, нужно быть мастером. А какой врач может дать свои рекомендации относительно посещений бассейна, массажа или же гимнастики деток до года? Да, вот эти рекомендации даёт врач-педиатр участковый. За такими рекомендациями к нам постоянно обращаются родители. И если у врача-педиатра участкового возникают какие-либо вопросы, мы стараемся, чтобы пациенты посещали именно своего врача, который знает ребёнка, который знает, как он наблюдался, что какие-то были ли проблемы, наблюдался ли он, консультировался ли он кардиологом когда-нибудь. В таком случае выдаёт такую справку врач-педиатр участковый, который обладает всей полнотой информацией об этом ребёнке. В этой связи хотелось бы всё-таки сказать, раз мы уже говорим сегодня о профилактических осмотрах, что все виды осмотров у деток делятся на три категории. Это профилактические осмотры по возрасту, для того, чтобы наши родители понимали, как мы говорим про просмотры, профосмотры, их несколько видов существует. Это профилактические осмотры, которые могут проводиться и в поликлинике, но и в организованных коллективах, как в детском саду или в школе. То есть законно определено такая норма, что мы можем проводить и в условиях поликлиники, и в условиях школы или детского сада. Это профилактический осмотр, который проводится по возрасту. Вот то, о чём я говорила. Если ребёнку один месяц, два, три, четыре, пять, это его возраст. Если это год, два, три, это тоже, это ежегодные, для проведения которых составляются специальные списки поимённые, где расписывается каждый ребёнок, фамилия, отчество, адрес проживания и перечень специалистов своих, декретированных, которые должен ребёнок посетить. Есть ещё у нас предварительные профосмотры. Вот предварительные профосмотры, вот хотелось бы на них немножко остановиться, потому что это всегда вызывает у родителей какое-то немножечко небольшое такое волнение, в том плане, что боятся, что вот не попадут, не придут. Вот предварительные это осмотры, когда ребёнок поступает в детский сад, когда ребёнок поступает в школу и когда ребёнок поступает в высшее учебное заведение. Вот эти вот предварительные медицинские осмотры, они тоже имеют свою определённую наполняемость. Если ребёнок в детский сад, он проходит осмотры, ряд специалистов, в том числе психиатра, и девочки осматриваются кушергинекологом, а мальчикам, детским урологам, андрологам, обязательно сдача анализов. УЗИ и обследования мы не делаем такому, не положено по приказу таких нетребований. Если ребенок поступает в школу, вот здесь уже необходимо проходить и УЗИ-обследование, и анализы, и сахар крови, и ряд специалистов, в том числе уролог-андролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, ну и соответственно все уже другие специалисты, которые знают все родители, это невролог, хирург, окулист, обязательно, конечно, консультация окулиста, потому что мы определяемся перед поступлением в школу с посадкой, и бывают у нас случаи, к сожалению, такие, что вот несколько лет ребенок по каким-то причинам не осматривался, родители уезжали, приезжали, переезжали, и мы находим патологию органозрения достаточно такую глубокую, поэтому, конечно, рекомендуем всем ежегодно проходить такие осмотры. А что касается предварительных осмотров, да, то на предварительные осмотры родители обращаются к нам с заявлением, где они должны написать, что просят предоставить возможность пройти такой осмотр, и получают направление от врача-педиатра. Это такой порядок прохождения? Да, такой порядок, да, потому что именно врачом-куратором, врачом, который контролирует весь этот процесс, является врач-педиатр участковый и участковая медицинская сестра, которые подскажут, распишут и скажут, какие кабинеты, какие специалисты, когда и где, в какие часы приема можно пройти. Ну, скажем так, в нашей поликлинике у нас для профилактических осмотров выделены два дня, это четверг и суббота, и в эти дни работают все специалисты, и есть такая возможность, да, были проблемы летом, это было связано в основном, конечно, с массовым поступлением детей в школу, с поступлением к детскому училищу, поступлением в институты, да, были очереди, были жалобы, мы работали с пациентами, приходилось, конечно, и нам нелегко, и не совсем довольны были все пациенты, я об этом говорю прямо, ну, в общем-то, сейчас, я думаю, что мы преодолеем и подготовимся к новому периоду, к новому учебному году, наверное, да, получше, да. И за сколько же времени рекомендовано проходить вот предварительные осмотры? Да, значит, согласно нашего приказа 1346 годность анализов, годность обследования, это три месяца, то есть не обязательно приходить, вот как когда-то было, что все родители за определением группы, по физкультуре приходили 31 августа, это было несколько лет назад, когда у нас было по требованию законодательства, к 1 сентября ребенок должен был уже получить правку от педиатра, выполнить пробу РУФИ и определить свою группу. И вот можете себе представить такую картину, когда 30-31 декабря огромная очередь, родители фотографируют, снимают, нас ругают, вот, поэтому как бы хотелось бы от этого уйти, и я думаю, что можно предварительные осмотры начинать заранее, начинать за три месяца до необходимости сдачи документов, то есть все это годно, годно, три месяца, анализы крови, анализы мочи и осмотры специалистов, УЗИ, то есть здесь просто все нужно делать заранее. Какие-то документы нужны для того, чтобы проходить? Да, конечно, да, для того, чтобы проходить профилактический осмотр, либо предварительно бежать, обязательно нужен страховой полис. Но поскольку у нас наши пациенты, они уже прикреплены к поликлинике, у них уже есть карточка по прикреплению по участку, то есть ксерокопии у нас этого полиса, то, собственно говоря, мы уже имеем эти документы на руках. Ну, в общем-то, если это первое обращение, конечно, обязательно должно быть свидетельство о рождении, должен быть паспорт родителей, одного из родителей, должен быть либо паспорт уже ребенка, который имеет уже паспорт, либо свидетельство о рождении ребенка, то есть полный пакет документов должен быть для того, чтобы мы могли прикрепить, либо если этот ребенок проходит осмотр, и он не прикреплен к нашей поликлинике, но приехал из другой территории, например, с материковой зоны, мы в этой ситуации, конечно же, по страховому полису оказываем полный набор услуг, который предусмотрен территориальной программой, государственной гарантией, бесплатное оказание гражданам медицинской помощи, и пациент к нам не прикреплен, но он имеет полис, и обслуживается он по полису, получает полный набор услуг, которые гарантирует государство. Таким образом, при переезде, в принципе, можно прикрепиться к другой поликлинике, и там проходить диспансеризацию? Да, да, можно, да, да, это будет прикрепление, не постоянно так, как будет временное прикрепление, можно проходить профилактический осмотр, случаи засчитываются путем передачи посещений, и тут существуют такие межтерриториальные расчеты, ну, собственно, наших пациентов это мало интересует, их интересует возможность получить хорошую качественную услугу. На сегодня все ли есть для диспансеризации? Хватает ли специалистов, профессионалов оборудования? Ну, скажем так, проблема у нас есть, хотя лабораторное оборудование, аппараты УЗИ в детской поликлинике номер 2 имеется в достаточном количестве. Специалистов не хватает, специалистов не хватает, но мы нашли возможность решить такой дефицит, мы пригласили специалистов в качестве внешних совместителей, это эндокринолог, врач детский уролог, андролог, врач-ортопед работают у нас, готовим мы своего доктора молодого, сейчас учится в Санкт-Петербурге и будет работать врачом УЗИ, то есть это, ну, для этого нужен определенный период времени, это будет замечательно, когда у нас уже будут свои собственные, наши уже, скажем так, выращенные кадры. И за горами тот час, а время уже близко, а время нашей передачи, к сожалению, уже истекло. Благодарю за ваше профессиональное разъяснение, ценные советы и рекомендации, спасибо, что пришли к нам в студию. Как выяснили, в основе диспансеризации лежат профилактические осмотры, которые позволяют выявить заболевание на самой начальной стадии, когда оно еще даже не проявилось. Желаем никому не болеть, а лучше оставаться здоровыми, вести здоровый образ жизни. На этом мы ставим точку, эфир же телеканала продолжается, важные темы еще впереди, увидимся.